Геннадий Сорокин Среду 17 ноября 1982 года телефон в кабинете инспекторов уголовного розыска Ленинского РУВД зазвонил около 9 утра. Проснулись. Недовольно проворчал инспектор Лукьянов. Ни свет, ни заря, а кто-то уже названивает. Не дай бог, из дежурки. На улице мороз за 30 градусов. На происшествии ехать совсем неохота. Кашлянув в кулак, Лукьянов поднял трубку. Милиция. Официальным тоном представился он. Помолчав пару секунд, Лукьянов положил трубку и сказал. Игорь Ефремов, тебя к начальнику РУВД вызывают. Ты ничего не натворил? Стревоженно спросил коллегу Буторин, прокуренный ветеран сыскного дела. Когда бы я успел? Нахмурился Ефремов. Вчера до позднего вечера работали. Пришел домой. Лех спать. Утром на работу понятия не имею, зачем я начальнику сдался. Просто так Балагуров вызывать не будет. Позевывая, высказал свое мнение Лукьянов. Ты на прошлом дежурстве ничего не учудил? Да нет же, черт возьми, нет за мной грехов. Я чист, как ангел после бани. Игорь подошел к мутному зеркалу, скептически осмотрел себя. Сколько раз хотел перенести галстук на работу и все забываю. Недовольный собой, подумал он. Придется идти к Балагурову, одетым как колхозник. Хорошо было при старом начальнике. Он на внешний вид подчиненных внимания не обращал. А новый, говорят, в этом деле строг. Девчонкам из секретариата запретил приходить на работу в коротких юбках. За неимением галстука Ефремов застегнул верхнюю пуговичку на воротнике рубашки. Так лучше будет, решил он. Ну, я пошел. Игорь одернул пиджак и сделал шаг к двери. — Погоди, дай я посмотрю на тебя. — остановил его Буторин. — Признавайся, вчера не бухал? — Не похоже, — пробурчал со своего места Лукьянов. — Иногда бывает не похоже, а человека за версту перегаром несет. Но тут вроде бы все в порядке. Глаза ясные, дыхание свежее. Ты точно не знаешь, зачем тебя на ковер вызывают? Ефремов демонстративно взглянул на часы и пошел к выходу. — Стоп! Вновь остановил его Буторин. — Ты куда? Без еженедельника. К начальнику надо заходить с деловым видом. А ты отправился к нему, как к завхозу, за копировальной бумагой. Где твой ежедневник? До сих пор не купил? Возьми мой. Протянул потрепанный блокнот Лукьянов. Если что, открой его на чистом листе и делай записи с умным видом. Чертиков только не рисуй. А то я дал Семену блокнот на совещание сходить. Он мне в нем такую похабщину нарисовал. Пришлось два листа вырвать. Приготовившись к встрече с начальством, Ефремов спустился на второй этаж райотдела. У стенда с портретами членов политбюро ЦК КПСС он на секунду остановился. Что-то тут не так, подумал Игорь. Ага, догадался. Вместо Брежнева в центр политбюро поместили портрет Андропова. А бывшее его место пока пустует. Не успели нового члена политбюро избрать? Или наш порторг ушами прохлопал? Начальник районной милиции был в кабинете не один. За приставным столиком справа от Балагурова сидел замполит отдела Владимиров. Слева начальник уголовного розыска Абрамкин, непосредственный шеф Ефремова. Судя по лицам между замполитом и Абрамкиным, был жесткий диспут. И главный сыщик отдела остался в проигрыше. Не отрываясь от телефонного разговора, Балагуров показал Игорю на место рядом с Абрамкиным. Пока начальник РУВД отчитывался кому-то о нераскрытой краже, все присутствующие в кабинете молчали. От нечего делать Ефремов стал рассматривать бумаги на столе начальника и обомлел. Прямо перед Балагуровым лежал доклад, подготовленный Игорем для выступления в областном УВД. На конференции молодых инспекторов уголовного розыска. Черт возьми, как мой доклад оказался здесь? Я же его лично отвез на проверку в городское управление милиции. Ефремов смотрелся в переплетенные наподобие школьного реферата листы Ватмана. Без сомнения, это был его доклад под названием «Меры по усилению оперативной работы среди несовершеннолетних». Пожелав собеседнику всего наилучшего, Балагуров закончил разговор, достал из ящика стола сигареты, закурил. «Кто начнет?» – спросил он. «Николай Борисович, вы ознакомились с писаниной этого умника?» – спросил замполит. «Некогда было». Недовольным тоном ответил Балагуров. «Я вторую неделю в должности. Дел не в проворот, а тут какой-то доклад. Что в нем такого написано, что вы без моего участия разобраться не можете?» «Разобраться-то мы можем, но я считаю, что докладу Ефремова надо дать принципиальную оценку на самом высоком уровне, Олег Гаврилович». Замполит кивнул на начальника уголовного розыска. «За молодыми сотрудниками не следит. Вот они и изгаляются над здравым смыслом». «Ефремов, благодаря Богу, что твой Пасквиль вовремя перехватили. Если бы о нем узнали в областном политуправлении, мы бы сейчас все по выговору получили. Я по партийной линии, а вы по служебной». «Я не считаю, что мой доклад – Пасквиль», – негромко, но твердо возразил Ефремов. «Я написал в нем то, над чем размышлял не один год». «Ты сколько работаешь в милиции?» Недоверчиво покосился на Игоря Балагуров. «Какой не один год? Ты что, стал продумывать тезисы этого доклада в начальной школе?» «Николай Борисович. В уголовном розыске я работаю второй год, с августа 1981 года, но вводную часть этого доклада я мог бы написать и перед армией». «Так у тебя с юности голова антисоветчиной забита», – сказал замполит тоном следователя, наконец-то уличившего преступника в отсутствии алиби. «Я-то думаю, где ты такой ереси успел нахвататься? А ты, оказывается, на областную конференцию приготовил квинсинсенцию своих юношеских комплексов и страхов». «Все, что написано в докладе, правда, и я от своих слов отказываться не собираюсь», – твердо заявил Игорь. «Чтобы успешно работать с трудными подростками, надо смотреть на жизнь с их позиции, снизу, а не сверху». «В его докладе есть здравые мысли», – впервые подал голос Абрамкин. «Какие?» – встрепенулся Владимиров. «Ты сам-то читал этот дребедень или на его наставника свою работу свесил?» «Кстати, кто у Ефремова наставник?» «Буторин?» «У меня мало времени». Прекратил начинающийся спор начальник милиции. «Кто мне объяснит суть вопроса?» «Давайте я», – предложил Игорь. «Начинай!» Балагуров через стол перекинул ему текст доклада. «Постарайся быть кратким. Вступление о политической обстановке в стране и мире можешь пропустить». Ефремов перевернул доклад титульным листом вниз, достал из кармана авторучку, нарисовал на обложке несколько квадратов и начал. «Чтобы разобраться в проблемах современной молодежи, особенно юношей до призывного возраста, надо посмотреть на жизнь подросткового социума изнутри, а не с позиции взрослого семейного мужчины. «Я даю тебе десять минут», – воспользовавшись секундной паузой, вставил начальник милиции. Честно говоря, спешить ему было некуда, но перед подчиненными, особенно в первые дни работы, полковник Балагуров обязан был выглядеть очень занятым человеком. «Я уложусь», – заверил Ефремов. Спросив разрешение, в кабинет вошла секретарь, начальника РУВД. Молча поставила перед ним стакан чая с лимоном и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Абрамкин, чтобы не встречаться глазами с Владимировым, стал рассматривать схему, нарисованную Игорем. Субтитры создавал DimaTorzok